Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хочу немножко поговорить о текущих ивентах, которые сейчас есть в игре. Стартовала тут еще парочка любопытных, и хочется их немножко обсудить и в целом поныть, как много ивентов, и ничего не успеваешь ты с этим делать. Ну, во-первых, конечно же, бинго, которое мы сейчас посмотрим, но также у нас дополнительный ивент, точнее, челлендж стартовал на башню сладостей с 1 марта по 13 марта. Надо дойти, знаете, до какого уровня? Знаете, до какого уровня надо дойти? До 91-го! Я такая посмотрела и всплакнула, потому что я не уверена, что я дойду до 91-го. Это минимальный порог. У меня аккаунт, как вы знаете, не очень пока большой, и я в прошлый раз дошла вообще там, да. Я только в этот раз забрала ачивки за 45-й и за 50-й. Тогда я дошла где-то там до 42-го, наверное, уровня в прошлый раз, ну, в первый мой сезон, скажем так. В текущий сезон на 55-м уровне я остановилась. Вот я сейчас должна собрать один или второй сундучок, но я пока их не буду собирать, потому что у нас выскочил второй. Ну, короче, надо дойти еще 40 уровней. До какого там марта я забыла подойти? До 13-го марта. Ну, короче, чувство, я не дойду до минимального порога. Чисто потому, что я не уверена, что мне, во-первых, хватит уровня моей команды до 90-го уровня дойти, а во-вторых, по ключам. Вот. Все-то я не уверена, что мне банально ключиков хватит, чтобы туда пробраться. Что я хотела еще с вами обсудить? Это, конечно же, новый ивент весеннее бинго. Весеннее бинго. Оно стартовало, получается, 1-го марта, наверное, да? Или не 1-го? Еще во вторник вечером его вроде не было, а в среду утром уже было. Или как-то так. И оно базируется на ежедневных заданиях. И так получилось, что я зашла уже утром в среду, а он как раз стартовал. У меня какие-то были выполнены, какие-то не были выполнены. В общем, что-то оно вот между днями стартовало. Как-то не очень удачно. Поэтому в первый день я выполнила не все. Но и во второй день я тоже выполню не все. Потому что тех же ключей на башню мне не хватает. Я как раз затормозила перед сундуками. Вот. А сундуки требуют много ключей. Больше, чем за один уровень. Давайте по порядку. Во-первых, что такое вообще это бинго? Мы зарабатываем за ежедневный список дел. В общем, у нас есть... Я думаю, кто давно играет, конечно, не нуждается в этих объяснениях. Но мало ли кто смотрит, кто недавно начал. У нас есть ежедневный список заданий. Он обновляется каждый игровой день. Среди них у нас закончить 10 уровней исследования мира. 10 боев на арене. 3 боя в свитхаус в башне сладостей. Дальше баунти 3 штуки. Выполнить 20 желаний в 3 виш. Точнее, получить 3 раза с поезда награду. И еще 2 экспедиции шара. Произвести что-то 50 раз. И последний пункт – это выполнить все пункты за день. За них мы получаем штампики. Штампики. 10 очков стоит рандомно разместить штампик в каком-то месте. И потом еще 5 передвинуть его на нужное место. И у нас есть карточки, которые показывают нам, что надо делать. Например, на первую нам надо собрать тросточку. На втором нам надо просто сделать 2 ряда. На третьем нам надо собрать вот такой росточек. И дальше там идут следующие задания, которые открываются после того, как выполнишь это. Например, по-моему, в четвертом там надо штампиком найти символ. Нотку, по-моему, в этом случае. И тут просто по порядку придется штампик. Один штампик ставишь и его по порядку двигаешь, пока не найдешь этот символ. То, что вряд ли вы с первого раза сможете тыкнуть куда надо, но рандомно. Ну и, в общем, где-то собрать, где-то найти, где-то ряды. Я так полагаю, что наиболее рациональный момент это выставить изначально нужное число штампов на лист. Например, в эту росточку нам надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А 8 этих самых у меня уже стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, допустим, мы теперь вставим 8 штампик. Вот, если бы... А, вы, кстати, попал куда надо. Если бы эти штампики вот в первых трех заданиях, на самом деле, можно выбрать, где вам надо меньше подвинуть. Так, а тут сколько у меня получилось? Может, мне росток проще собрать? Здесь нам надо 8, 9, 10, 11. Потому что тут мне, смотрите, 4 двигать не надо. А тут только 3. Ну, ладно, давайте по порядку. Это уже минмаксерство какое-то считать, что попало, что не попало. В общем, возможно, было бы рациональнее собрать росток, еще поставить штампы. Ну, ладно, давайте кандикейнда соберем. То есть, мув, берем штампик и двигаем его в другое место. И подтверждаем мув, ставим, правильно? Вот, он перемещается. И таким образом мы, соответственно, собираем нашу тросточку. В общем, основная засада это именно в ежедневках, которые надо сделать. Сейчас мы по списочку пройдемся. Первые. Призы, честно говоря, вначале особенно такие себе. Ну, потом там, ну, на самом деле, на самом деле, на самом деле. Не то, чтобы прям... Прям такие призищи, ради которых стоит надрываться с этим ежедневным списком. Ну, конечно, под конец что-то есть интересное. Например, 500 ракушек. Но, просто честно, вот уже играя некоторое время, я могу сказать, что на самом деле, но этого гринда не то, чтобы сильно стоит, откровенно говоря. Так, и последний этот самый мув. Е-е-е-е, мы собрали тросточку. Клейм. Да. Вот, потому что следующий ряд... Ну, в общем, и дальше тоже размещать какое-то рандомное число штампов. Вы смотрите... Ну, то есть, если... Кстати, если это полоски, то можно крест-накрест собирать. Тогда понадобится на один меньше. В общем, задача один — раскидать нужное число штампов. Задача два — подвинуть этот... Ну, тут, видите, может, полоски получится собрать. Подвинуть куда чего надо, чтобы получить нужную штуку. Ну, и за исключением поиска. Там, одну ставите и двигаете, пока не найдете. Потому что задания, конечно... Ну, есть простые. Например, отправить два... Две экспедиции — это вы просто ставите на 15 минут экспедицию, и потом ставите вторую, как обычно, и все. Произвести 50 раз что-то тоже вообще... Детский лепет и так произведете. Десять мировых стейджей. Вообще, я так подозреваю. Я так подозреваю. Я, кстати, дошла до этого самого. До десятого эпизода только. И есть у меня мнение, что я, наверное, до Dark Kingdom пока не дойду. Потому что... Ну, как бы вот у меня 187 — текущая сила команда. А у меня уже 175 просят, и это вообще, ну, как бы нормально, да? Но у меня уже... У меня уже пришлось даже что-то подкачивать. Потому что... Ну, в общем, надо качать печенье. А печенье... Здесь я уже упираюсь в то, что не хватает опыта. Вот. Не хватает каких-то более крутых топпингов. Не хватает тоже мешочков с навыками. В общем, всего не хватает, естественно. И десятый я, наверное, еще пройду на вот этих своих числах. Там, может быть, вручную. Может быть, не с первой попытки. Но, наверное, главу с Холли Берри. Одиннадцатую и двенадцатую, соответственно. Есть мнение, что я, наверное... Надо будет какое-то время качаться. Потому что... Ну, тут, конечно... Короче, как можно? Наверное, сейчас вот... Наверное, можно просто вот так сделать, да? Вот можно просто десять раз мне сходить. На это. Благо, этих штук пока много. Таймджампов. Я сейчас так сделаю. Это вот прям экстренный случай, как можно. Потому что таймджампы, кстати, фармятся на балуне на восьмом уровне. Когда вы пройдете восьмой уровень мира. То таймджампы, в принципе, приносят с шара. Так что ресурс, конечно, важный. Но, в принципе, в экстренных случаях можно сделать тупо вот так. Все. Я десять раз прошла уровень. Ха-ха-ха. Ура. Кстати, Креп мне очень понравился. Такой классный пацанчик. Хочу Креп у себя. Вот. И как бы это нам засчитывают. Окей. Но вообще подразумевается, наверное, что все-таки надо проходить сюжет. Надо проходить дарк-мод. Я думаю, что здесь даже больше упор именно на дарк-мод. Благо, там, скорее всего, у многих он не пройденный. И, ну, в крайнем случае, или перепроходить. Не обязательно использовать таймджампы. Вы можете старые миссии там на первом уровне просто пробежать. Да, это я сейчас по-быстренькому показать. А можно просто вернуться в первый мир и просто пройти. То есть, просто потратить жиле, по сути. Даже, наверное, разумнее не тратить таймджампы, как я сейчас сделала. А просто пойти на самый первый уровень первого мира. И за, не знаю, 10 секунд пробежать его своими раскачанными печеньями. Вот. Но, правда, там и награды никакой вообще практически не будет. Хотя тут тоже, вроде, не сильно много дали. Комплит три баунтис. То же самое. Можно руками, можно на таймджампе быстренько проскочить. Кстати, хилер и саппорт. А что у меня там по печеньям, я не помню. Сейчас. Так, хилер мне надо. Да, хилера, наверное, надо взять. Синенький еще. А саппорты мои уже фиолетовенькие. Какие они болтливые. Ну, короче, баунди. Также таймджампом можно. Я на саппорты возьму. А что у меня тут? Может, я уже смогу? Серьезно, почему я его не проходила? Почему у меня анлокт до сих пор? А, я не проходила, потому что мне не нужны были фиолетовые. Точно, мне же только недавно стали понадобиться фиолетовые мешочки. Я еще не проходила этот саппортерский уровень. Короче, давайте пока они бегут, я еще расскажу про Афагата. Афагата я качнула, как ванила. Там где-то до 45 уровня. Подняла на максимум, возможно, их таланты. Повесила топпинги. На Афагата повесила 5 малин, потому что у него все-таки упор, наверное, на атаку базовую. Ну как, у него очень хороший, прикольный этот яд, который вот так вот по площади тоже мочит, да? Вот, это приятный бонус на самом деле. Ну, то есть он как бы постоянный урон наносит пачки целых врагов. Вот, но... Как бы это сказать? Там не то, что... Я не посмотрела, какой уровень. Сейчас проиграем, будет смешно. Ну, в общем, не то, что... То есть яд он регулярный, но не то, чтобы сильно крупный, да? Но при этом он неплохо стреляет с руки, насколько я поняла. Чисто по базовым статам. И я решила, что для него все-таки актуальней просто бить с руки побольше, чем чаще его ульту кидать. Вот. Поставил ему 5 малин. И в целом Афагата, в общем, неплохое печенье. Ну, хорошее, да? Но, допустим, сильно проигрывает тому же Эклеру. Вот. Из новеньких, да? Поэтому я думаю, что вот я накрутила 2 звезды, и я больше крутить не буду. Ну, как проигрывает? Просто Эклер слишком какой-то имбовый в этом плане. Вот. Короче, нет. И последний мы, пожалуй, просто... Последний этап мы просто за таймджамп сделаем. А 9 уровень сколько? Да, уже будет трудновато. Поэтому тут мы просто тоже таймджампом скипаем и все. Вот. И я буду ждать следующее печенье, карамельку, которая должна быть второй. Возможно, она будет получше. Потому что... Ну, Афагата... Ну, объективно, пока не стоит в него сильно вот все кидать. Ну, по крайней мере, крутки. Ну, то есть, стоит притормозить и оставить на следующую печеньку. Однозначно. Однозначно. Потому что у него высокая атака. Достаточно. Но специфичный достаточно талант. То есть... Ну, и в целом он какой-то... Ну, вроде дамажит. И в паре с Эклером с тем же они дамажат. Вообще отлично. Вот. Но я смотрела статистику. То есть, я их всех засылала. И смотрела по статистике. Вот. Его, Пастери, Эклера... Ну, короче, он хуже, чем они бьют. И чем Эклеры, чем Пастери. Вот. Поэтому... Я думаю, что он классный. Но, судя по всему, не имбовый. Вот. Поэтому две звезды с него пока хватит. Потом выйдет Карамель. Его баннер все еще будет, когда будет Карамель. Если кто. Ну, по крайней мере, так было с предыдущими печеньями. Когда я вот начинала играть. И была параллельно Коттон и Какао. То есть, сначала была Коттон. А потом они подгрузили Какао. И они были две параллельно. То же самое. Фагата не заберут. То есть, он еще будет дальше, я так понимаю. Наверное. Ну, по крайней мере, так вроде было в прошлый раз. Посмотрим. Значит, баунти просто делается. Дальше. Забрать из поезда. В принципе, это тоже делается просто. Потому что вы и так три поезда в сутки отправляете. Если у вас уже раскачанная кауна. Ну, вот тут, кстати, проблема, с которой могут столкнуться новички. И если у вас еще что-то не раскачано, да. В смысле, не открыто три пути. То это, конечно, будет сделать сложнее. Вот. А если уже открыто, то, в принципе, без проблем. То есть, вот это вот немножко не на новичков. Конечно, рассчитанная штука. Так, все. Езжайте. Езжайте. А тут надо опять делать эти штуки. Опять. Не опять, а снова, как говорится. Надо две сразу сделать. Чтобы были. Так. И, наверное, еще часики одни. Ладно. И что там? Сейчас я просто сразу поставлю, чтобы не забыть, что и вот эти штуки еще надо. Я вот сразу ставлю то, что надо. И все, как бы, тоже парочку сделаю. Тауэр Суитхаус. Если у вас есть нужное количество ключей, то это без проблем. Но, например, у меня вот сейчас надо собрать сундуки. А они много ключей стоят собрать. И мне, короче, день надо тупо пропустить. Потому что с сундуками не получается три в день пройти. Увы. Поэтому эту я сейчас даже делать не буду. Кстати, разные печенья. Я почему еще прокачала и ванильку. Ванильки я, кстати, поставила, как мне посоветовали. Три дэмэдж резиста, два кулдауна пока. Вот, на первое время. Я решила прокачать и пью рванилу, и афагата. Потому что, ну, это, во-первых, надо качать. А, во-вторых, когда башню проходишь, там часто пишут, что... А вот эти печеньки нельзя. Это такой, блин. И надо, ну, как бы, другими проходить. И чем больше разных классов у вас будет, тем проще потом проходить башню. Потому что, ну, иногда не получается, если... Вот у меня было два саппорта, допустим, раскачано. Коттон и Эклер. А мне пишут, ни одного саппорта нельзя на уровень. И ты такой, шо ж такое? Забрала, кстати, за ежедневки изюмку. Тоже классненькая. Я, кстати, подумываю ее потом. Я не могу выбрать между ней и вампиром. У меня есть накопленные, скажем так... Да, кстати, изюмка у нас была в гифт мансе. У меня есть накопленные эмбуш мешочки. Я не знаю, кого мне лучше, изюмку или вампира качать. Потому что, ну, на двоих мешочков пока не хватит. Хотя у меня нет желешек на уровень, че уж там. Короче, башню я в этот день, к сожалению, пропускаю. Киндом-арену сейчас посмотрим. И самое, что бесячее, это Три оф Вишес. Прям вообще. Сейчас мы туда пойдем. Но проблема в том, что она еще есть и в Лайт оф Резолюшн. Кстати, у меня две Незергачи, сейчас крутанем. Тут тоже. Я, конечно, все понимаю. Вот. Но из-за того, что у нас очень длинный этот ивент, аж там 70 дней было, да, здесь очень толстые пункты. И очень, допустим, если там, значит, у нас прохождение мировых стейджей, опять-таки, да, перекликается, в принципе, с бинго. Киндом-арена перекликается с бинго. Сисайд-маркет торговать 30 раз не перекликается, но это хотя бы просто ходишь и там перекидываешь туда-сюда ресурсы, в принципе, несложно. Гилд, реликты я так и не открыла до сих пор этот уровень. Кстати, если прошлый был полностью заточен стенайтом на какую-то гильдовую активность, то здесь гильдовая активность только вот реликвии. Дальше баунти и так каждый день делаешь, то же самое, то же самое. И вот это вот самое бесячее, это собирать желание, исполнять печенник в дереве желаний. И проблема в том, что в конце, ну, самые последние пункты. Кстати, отправка корабля, ну, это, в принципе, тоже раз в день вы отправляете ничего такого страшного. Правда, он уже должен быть открыт, опять-таки, это недружелюбный для новичков пункт. Корабль открывается далеко не сразу, вам недели две надо раскачиваться, чтобы его открыть. Гильд беттлы параллельно... А, ладно, вру, тут есть гильд беттлы. Что-то я забыла, что у них тут есть, я их уже просто выполнил. Ладно, для гильдии тут тоже есть, окей, беру свои слова обратно. Гача, кстати, круточки. Так вот, 147 тревишес полных. Ну, то есть, 147 раз сделать по, там, 10, 15, 20 вот эти вот, да? Я за эту неделю сделала 16. Так, 147 делить на 3. Это 49 дней, Карл. 40, это полтора месяца каждый день полностью делать дерево. Это очень сложно. Можно, конечно, делать какое-то количество по 2 дня. Допустим, 147 делить, если мы будем делать по 2 в день, это получается 73 дня. То есть, можно, в принципе, делать по 2 и в какие-то по 3. Ну, если у вас есть задача выполнить весь список, да? Вот, то есть, можно не каждый день на 3 заморачиваться, можно, в принципе, 2 делать и периодически делать 3. Но, блин, это реально сложно для меня, допустим. Потому что в начале дерево мне казалось очень простым, потому что печеньки просили ресурсы, которые, в принципе, быстро производились. Но сейчас с раскачкой магазинов... Да, я не стала, кстати, копить на Заргачу. Хотела покрутить с вами, но я поняла, что я не выдерживаю. Я кручу без вас на Заргачу, но еще ничего не выпало толково. Выпал один соулстоун этого товарища, выпал. И что-то там... Ну, короче, ничего такого особенного. Тут, наверное, уже не осталось даже что-то гильд гача. Ну, короче, выпал один соулстоун... Вот, один соулстоун Дарк Какао и парочка соулстоунов Эпиков. А так, ничего интересного. А, пастыри, кстати, выпала тоже моя, которую я собираю. Потому что чем раньше он у меня упадет, тем быстрее я забью на дерево желание. Потому что эти скотины... Ну, ладно, кольцо у меня есть. Кольцо мне тебе не жалко. Видите, они просят от меня, допустим, четыре цветка. Но мне надо и в поезд четыре цветка. Вот, потому что для меня всегда более важным является именно поезд. Потому что он мне приносит ресурсы, авроры, которые нужны для расширения всего. Вот. А, ну, как бы, блин... Я не буду вам отдавать то, что мне надо в поезд. Вот. Поэтому дерево желания меня с этой точки зрения... Ну, оно очень время затратное какое-то получается. Потому что надо много, видите, пропускать каждый раз те самых штук, которых постоянно нету. Короче, все, мне вам все жалко отдать. Мне вам нечего предложить. Идите лесом. Мне все это надо. В общем, ресурсы, которые я могу им отдать, они, ну, вот, не каждый раз получаются. И каждый раз приходится по десять минут потом ждать, чтобы они попросили новое. Поэтому для меня дерево сложное. А когда вот... Ну, то есть, десять выполнить, и потом выполнить еще пятнадцать, я еще в день так худо-бедно могу. Вот. Но выполнить все три раза для меня прям какая-то боль, честно говоря, с этим деревом желаний. Вот. И, в общем, ну, это понятно, сейчас я потом сделаю. И давайте посмотрим, соответственно, Kingdom Arena еще четыре раза. Ну, там благо просто сыграть. Не обязательно выиграть, можно проиграть, ничего страшного. Так что просто жмем и идем без разбора на кого там. Побьют, значит, побьют. Не побьют, значит, не побьют. На том спасибо, что просто плей. Не там не вин какой-нибудь, да, а просто плей. А там выиграл, не выиграл, уже дело десятое. Так что, в принципе, конечно, прикольно, что в игре всегда есть большое количество контента. Вот. Но объективно, конечно, время отжиралого... Ну, на самом деле, основная проблема действительно, наверное, с деревом желаний. Потому что это реально десять минут приходится ждать. Ну, понятное дело, что я не смотрю в это время в экран, ничего не делаю. В принципе, в принципе, если нормально разбираться, можно в эти десять минут походить там на стейдже, да, допустим. Ну, как раз-таки перепроходить какие-то эти самые уровни, да. Но как бы все равно... Ну, или у меня стоит игра рядом на соседнем экране, грубо говоря, а на основном я работаю и там просто на таймер поглядываю и там делаю что-то, да. То есть чисто, чисто азиатский гринд, вот знаете. На самом деле, конечно, как только мне упадет Дарк Какао, если он упадет с Незер Гачи, я на все это дело быстренько забью, скорее всего. Потому что меня не интересует весь список, меня интересует только Дарк Какао, как вы понимаете. Вот. Тем, кому он уже выпал вначале, могут вообще расслабиться и не переживать по этому поводу. Вот. С три марафона... С три марафона... С бинго-марафоном тоже я... Ну... Ну... Когда и если мне вдруг выпадет в ближайшее время Дарк Какао, я тоже, наверное, на... Три марафона... На весенний марафон тоже, наверное, потихоньку забью. Потому что, ну, там прикольные награды под конец, но они, опять-таки, не стоят того гринда. Это, знаете, опять-таки... Это был четвертый раз? Или третий? Какой это раз был? Я сбилась со счета. Ну, давайте еще вот этот попробуем. Вот тут и Си Ферри, и Фроуст Квин. Как вы думаете, они убьют быстрее меня, чем я их или нет? Ой, там еще и пастыри с отвезли. Супер. Одни дамагеры у чувака. Замечательный отряд. Отряд из дамагеров. Слабоумие и отвага. Ну, вот они все и умерли. Вот. И это самое... Все, ну это точно последний. Не, кого-то успели достать. Ну да, вот они хорошо задамажили. Я хочу себе Си Ферри. Кстати, вернулся мне потом жетон Си Ферри. Моя команда как-то, видите, такая более сбалансированная. И хилеры, и саппортеры, и те самые танки, и все такое. Вот, конечно, эта команда рассчитана явно на то, что они вышли и всех убили. Но не тут-то было. Соответственно, сегодня я еще здесь дособираю штампики, но Тауэр Суит этот самый меня, судя по всему, не выйдет за второй день собрать. Короче, прикольно, но... Время отжирало его просто... А, вот, я хотела сказать, что это, знаете, это такой уровень контента, как для это самое... Для игроков, у которых уже все пройто, и заняться нечем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот из этой оперы, знаете, что чем бы мне заняться? Не знаю, чем. Тут, наверное, две полоски, да, надо собрать? Да, тут вообще все мимо. В принципе, это правильно, что они добавляют развлекалово, и для тех, кто вот вышло обновление с Дарк Какао, они быстренько пробежали там, у них с раскачанными командами их... этот самый... его главу. И все, опять сидят делать нечего. А тут вам, пожалуйста, бинго! Вот вам, Назаргача, развлекайте! Ну, новеньким, конечно, в этом плане сложнее. Вот ивенты на годовщину были простые даже для новичков. Это как-то чуть посложнее, на мой вкус. Хотя, хотя, когда вы новичок, то дерево желаний собирать гораздо проще, чем на более раскачанных уровнях. Такие дела. Значит, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Пока я рассказала вроде все, что хотела, когда созрею на рассказать еще что-то, то тогда до встречи в следующем видео. Надеюсь, это было вам интересно. С вами была Тома. Пока!